Пока власти Армении заняты выборами, цены растут. Ереван утопает в мусоре, а уличные торговцы продолжают сидеть на улицах со своими самодельными ларьками, превращая Ереван в захолустный грязный базар. Согласно обнародованным Национальной статистической службой Армении данным, за последние месяцы в Армении зарегистрирован рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки на 1,7%, на что непосредственное влияние оказало повышение стоимости мяса, фруктов и овощей, на 2,4%, 3,3% и 6,5% соответственно. Кроме того, в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарегистрирован рост цен на мясную продукцию на 8,6%, а по сравнению с июлем 2018 года – на 2,4%. Подорожали также молочная продукция, сыр, яйца. Специалисты называют несколько причин подорожания. Но самую главную причину они, конечно, не озвучивают. А причина в том, что Армения оккупировала часть азербайджанских земель и поэтому находится в изоляции. Повышение цен обусловлено и предстоящими новогодними праздниками. Армяне, затягивайте пояса потуже. Хотя до Нового года еще месяц, в супермаркетах уже начался ажиотаж. Похоже, в этом году от многого придется отказаться, сказал мужик у входа в ереванский супермаркет крытого рынка. У меня большая семья, и средств еле хватает на питание и коммунальные услуги. Как говорится, сейчас не до праздников, сказал он. Вместо того, чтобы бесцельно водить народ по улицам, новые власти должны заняться социально-экономическими проблемами, об этом сказала возмущенная домохозяйка Жанна Бабаян. Прошло более полугода, но ничего не изменилось. Если бы не мои дети, которые работают в России, прожить на мизерную пенсию было бы невозможно. Так что ни о каком Новом годе и думать не хочется. Никол Пашинян не устает повторять, что мы живем в Новой Армении. Что-то ее не видно, этой Армении. Ящик вместо прилавка. С приходом новой власти в Ереване, уличная торговля вспыхнула с новой силой. Правительство и мэрия обещали в краткие сроки разобраться с этой проблемой. За полгода абсолютно ничего не сделано. Более того, уличных торговцев стало больше, особенно их много у бывшего крытого рынка, на улицах Америана и Хоринацы, то есть в самом центре города. На тротуарах продают не только фрукты, зелени и овощи, но и сигареты, игрушки, конфеты и даже нижнее белье. Невольно возвращаешься в лихие 90-е. Сплошная антисанитария и крысы в мусорных баках. Что это такое? Возмущается у супермаркета, инженер-строитель Ашотов Сипян. Стыдно иметь такую столицу. Такое ощущение, что находишься в захолустье. Я уже не говорю о мусоре. Ереван утопает в нем. Куда смотрит Айк Марутян? А ведь кормили народ обещаниями сделать Армению процветающей. Если власти не могут решить элементарные вопросы уличной торговли и мусора, как же они решат более сложные задачи? Возмущается филолог Анаит Минасян. Хочу обратиться к властям. Вместо шествий и пустых обещаний займитесь, наконец, проблемами. Прошло уже полгода, но вы ничего не можете сделать. Как видим, обо всем этом пишут уже сами армяне, в своих СМИ, так и хочется сказать им, уберите свои цепкие лапки с территории Азербайджана, которые вы оккупировали, и тогда может быть что-то изменится у вас.